Фанатки BTS и BLACKPINK никак не решат, какая кей-поп-группа круче. Каждая поклонница без ума от своих айдолов. Смотри скорее на Лалилу! Все поклонники BLACKPINK помнят гигантский глиттерный танк в одном из клипов. Тяжелая техника подана! Отлично! Покрываем корпус танка ПВА-клеем. И прямо на липкий слой высыпаем серебристый глиттер. Блестеть должно все! Make Glam, not War! Именно на таком танке BLACKPINK снимали свой хит «Ду-ду-ду». Посмотрим на кадры с репетицией. Не так просто жевать попкорн, читать хип-хоп и балансировать на огромном блестящем танке. Но девчонкам из BLACKPINK под силу все. Еще одна фанатка BTS? Тогда вы по адресу. Лалилу уже готовит очередное преображение. Если впервые красить волосы, то сразу в голубой. Трессы уже подсыхают и ожидают клиентов. Вынимаем остатки прежних волос. Не пугайся, Шейн, новые будут гораздо лучше. Поочередно приклеиваем трессы. Подравниваем длину до стильного каре. Смываем средством для снятия лака ресницы на нижнем веке. Яркие волосы, новая стрижка. У Шейн сегодня почти второй день рождения. Из джинсовой ткани шьем костюм. Получаем отличные джинсы. Добавим немного гранжа. Вытягиваем нитки, делаем надрезы и всячески их состариваем. Из ткани в пайетке мастерим жилет. Пиджак к джинсам почти готов. Словно по щелчку пальцев, скучный вырез превратился в объемный воротник. BTS часто появляются на фотосессиях и интервью в джинсовых костюмах. Над их стилем работают лучшие стилисты Южной Кореи. Можно сказать, я доверилась профи. В доме у Шейн даже одеяло с принтом BTS. А обои скоро полностью скроют плакаты. Из ноутбука сутками играют любимые треки группы. На улице прохладно, что же мне набросить на футболку? Есть два варианта. Хм, прости, куртка, сегодня не твой день. А вот пиджак отлично подходит. Уверена, вокалисты бы оценили мой лук даже со сцены. Эх, скорее бы новый концерт. Готовим платье для Мэг. Складываем ткань вдвое. Край собираем в стяжку наметочным швом. Приклеиваем застежку-липучку. Получилась пышная двухслойная юбка. К ней еще нужен корсет. На двухслойной ткани делаем надрез. Чтобы получился красивый вырез. Приклеиваем застежку-липучку. Подготовим два рукава Вавана. Склеиваем все детали в прекрасное платье. А сзади крепим огромный бант. Платье просто очаровательно. Но с принтом ручной работы ему не будет равных. Совсем другое дело. И платье выглядит очень особенным. Расчешем волосы и закалываем сзади в пучок. А в руке Мэг держит рожок мороженого. Я просто обожаю сладости. И Блэк Пинк, конечно. Мэг вернулась домой под вечер. Со стен ей улыбаются любимые айдолы. Спокойной ночи. Ужасно хочу спать. Надеюсь, мне приснится хороший сон. И действительно, в эту ночь Мэг снилось, что она самая известная певица Южной Кореи. Ее треки расходятся миллионными тиражами, а хиты возглавляют все мировые чарты. Спасибо, спасибо моим фанатам. Я обязательно найду место для очередной выигранной статуэтки. Мастерим планету из клипа Блэк Пинк. Шар из пенопласта окрашиваем, по примеру, глобусы Земли. Вначале наносим на планету Синие океаны. Затем прорисовываем континенты. И в конце акрилом-металликом расставляем акценты. Как же классно побывать на съемочной площадке! Я впервые вижу вживую реквизит из клипов Кей-Попа. Мастерим Пуфик. Нам понадобится небольшой кубик Рубика. Полностью покрываем его черным акрилом. А вместо квадратиков с цветами заполняем эти участки буквами. Но так, чтобы грани могли сложиться в название Блэк Пинк. На день рождения Ким подарила Мэг Пуфик головоломку. Не уверены, что когда-нибудь фанатка всерьез бралась его собрать. Зато танцевать у нее получается отлично. К сетке для штукатурки приклеиваем кусочки двухстороннего скотча. Теперь закрепить распечатанные фото солистов BTS проще простого. Добавим несколько стикеров и музыкальный ключ. Из деревянных букв делаем подставку для мудборда. А сверху посыпаем каждую букву глиттером нового цвета – желтым, оранжевым и фиолетовым. Теперь мудборд устойчиво стоит и всегда будет на виду. Потому что сегодня самый важный день. Сегодня я иду на концерт BTS. Ура! Хорошего вечера, Барби. Так-так, туловище от сломанной Барби нашли. Осталось подобрать голову. Готово. Средством для снятия лака уменьшаем длину ресниц. Разрез глаз слегка изменился. Упс, бедная Барбара теряет волосы. Не беда, есть идея. Окрашиваем кожу головы акрилом. Нарезаем атласную ленту. Запаиваем один конец зажигалкой, а второй распускаем на нити. Импровизированными трессами заклеиваем проплешину. Правда, они немного торчат. Собираем волосы в пучок и фиксируем лаком. Затем подстригаем края до одной длины. Вуаля, модная стрижка коры готова. Укладка в подарок от салона Ла-Ли-Лу. Из трейчевой ткани шьем брюки. Вырезаем две заготовки. Сшиваем обе штанины. Вау, они сидят идеально. Нужно подобрать базовый верх. Белая футболка – беспроигрышный вариант. Для парного костюма осталось сшить пиджак. Снимаем мерки и вырезаем детали нужного размера. Иголка с ниткой в надежных руках. И пиджак готов. В нашем ателье шили наряды для самых ярких звезд кей-попа. И в этот раз Ла-Ли-Лу снова отлично справились. По дому Барби еще с порога можно понять. Она фанатка BTS. Стены увешаны фотографиями кумиров. А над диваном висит огромная надпись с названием группы. Мало того, даже пару ласковых кошечек она назвала в честь айдолов – Чимин и Джон Гук. В комнате, где все напоминает о кумирах, Барби гораздо легче вдохновляться и писать свои песни. У Блэк Пинк не менее преданные фанаты. Обводим силуэт куколки на ткани бифлекс. Зафиксируем ткань швейными булавками и вырезаем детали. Сшиваем заготовки в новое боди. Оно идеально обтягивает фигуру. Из черного фоамирана вырезаем закругленный воротник. Выберем вид кружева. Это в самый раз. Приклеиваем его к вороту. Глиттерный фатин используем для длинного шлейфа. Стягиваем край наметочным швом. Приклеиваем вставку с длинной бахромой. И окончательно скроем швы под роскошным воротником. Добавим к наряду юбку из фоамирана. А на ноги обуваем черные сапожки. Волосы фанатки украшаем паеточными лентами. И собираем сзади в тугой хвост. Из белой ленты делаем трессы. Запаиваем один край над огнем, а второй распускаем на нити. Приклеиваем белоснежные пряди спереди у лица. Наносим липкий слой и посыпаем глиттером. Теперь щеку Ким украшает сияющая слеза. Поклонница Блэк Пинк выглядит и вправду круто. Такой стиль продержится еще несколько лет. А сейчас Ким на пике трендов. Но больше всего радует, что кумиры помогают девочке в ее карьере. Ким хочет стать известной моделью. Ей с легкостью удается повторять позы из клипов любимой группы. А еще меня мотивирует их раскованность на съемках. Только настоящие эмоции, вот что важно. Вау, будут классные фотки. А кто нравится вам, BTS или Блэк Пинк? Пишите ответы в комментариях, ставьте лайк. И подписывайтесь на Лалилу, любимый канал о куклах. Субтитры сделал DimaTorzok